Дорогой зритель, это урок по запеканию нормал, мапы, дисплейсмента, мода. Так, у нас есть два объекта, high-поле и low-поле объект. Чтобы начать, собственно, это то, что мы делаем, выбираем low-поле, создаем на нее материал. К выбранному материалу создаем новое изображение, называем его Normal, выбираем формат 16 бит, сохранить. Для игр, как правило, не используется карта разрешением больше 1024, потому что сильно подгружает игровой движок. То есть рекомендую изображение, формат изображения, просто RGB. Не знаю, мне просто так нравится, может вам объяснить зачем. RGB нужен, нажмем ОК, ждем пока он думает. У нас в сцене должно быть два объекта, остальные выключим, чтобы они нам не мешали. Обращу внимание на то, что на high-поле UV-карта удалена. Она отсутствует, видим. UV-ка должна быть на low-поле модель, чтобы мода понимал, куда ему, собственно говоря, проецировать. Как это будет выглядеть на деле. Идем снова в рендер правой кнопкой. Жмем Bake from object to texture. Дистанцию ставим, как правило, 10. Достаточно, но эксперименты вам помогут, если не получается правильно. Попробуйте на маленьком разрешении подобрать, чтобы не ждать каждый раз, пока оно прочитается. И рендерим. Пока нажму на паузу. Извиняюсь за свою рассеянность. Надо поставить Normal в настройках. Чтобы он именно Normal понимал, то есть название меня о чем не говорит. Так, жмем снова Render. Дистанция 10. Ну вот, это дело подходит к концу, довольно быстро. Вот у нас есть Normal-карта. Вылит она примерно так. Что-то не особо хорошо выглядит. Ну да ладно. Хочу заметить то, что на рендер текстур влияют такие параметры рендера, как Anti-Aliasing. То есть, чтобы линии были ровные и без лесенок. То есть, чтобы детали не были ребристыми у вас на модели после применения текстур. Стоит увеличить сэмплинг. Как правило, 64 вполне достаточно. Сейчас сравним с вами. Еще раз от рендера. Старый рендер. Все, рендер закончился. Давайте сравним изображение. 64 и 8. Разница есть, но не сказать, что она колоссальная. А, черт. Ну вот, собственно говоря, мой косяк. Это есть то, что называется дистанция. Давайте я вам сейчас продемонстрирую это. Только я поставлю настройки рендера минимальными, чтобы не ждать полтора часа пока он трендрится. Снова выбираем Back. И поставим, скажем, на один метр. Подождем. Так, все получилось. Смотрим на, собственно говоря, ту ошибку, которую я допустил. Вот здесь создается такое впечатление, как будто просто плоскостью обрезали рельеф после определенного момента какого-то. То есть, если высота вот в этой точке на данной картинке, пускай будет там три сантиметра, то на этой она обрезается после одного сантиметра. То есть, вот она дистанция. Что это? Как-то достало. Ну и сейчас второй раз я отрендерю с большим количеством сэмплов, чтобы вы поняли разницу. Рендер закончился. Сейчас посмотрим. Еще приблизим. Чтобы было видно пиксели. Ну вот здесь вот, допустим, видно то, что более плавные переходы. Собственно говоря, вот и все. Включаем Low Poly модель. Как видно High Poly выключаем, High Poly выключено. И мы видим детализацию на Low Poly. Так, здесь. Здесь выключено, да, смотрим. Вроде все выглядит очень даже. Это при условии, что там полигонов в раз пять меньше. Давайте посмотрим, как это выглядит на рендере. Shift, чтобы камера нашла. То есть, детали сохранились. Все выглядит просто отлично. Давайте теперь проделаем то же самое, но с Displacement. Так, постоянно путаюсь. Включаем обе модели. Отключаем Normal. Как видим, детализация сразу. Как карта отключается, становится в разы хуже. Так, включаем обе модели. Создаем еще одно изображение. Dis. Поиспользовать желательно 32-битные форматы для рендера. Ну, для игр, как обычно, или по игре, или вообще JPEG. Так и оставляем тега. Сохраняем. Разрешение выберу поменьше, чтобы быстрее рендерилось. Вообще, для рендера изображения, ну, советую по максимуму на переднем плане то, что использовать. На задней, конечно, можно и 2000, и 1000. Ну, если вы делаете человека рендерить хотите, то максимальное. Чтобы, опять-таки, у вас не было всяких лисинок, стирания и так далее. Вбираем для дисплейсмент грей. То есть, поскольку у нас идет переход от черного к белому. Создаем карту. А вот и заповырел. Выставляем дисплейсмент. Так, я поменьше сэмпинг поставлю. Чтобы показать суть. Вообще, изначально я советую модель с SDS сделать. Дисплейсмент для рендера. Вот, все плавно. Все отлично. Дисплейсмент. Брейк. Модельметр. Окей. Паузу не буду ставить, он быстро отрендовывается. И вот у нас дисплейсмент карта. Закрыть. После рендера они, естественно, сами применяются. То есть, все модера понимает. Не забудьте, что UV должна быть с индивидуальным именем, чтобы не перепутать мода, что куда проецировать. То есть, смотрим, что у нас получается на рендеринге. Отключим хайп поле. Так, видимо, надо посильнее дистанцию поставить. У меня сейчас компьютер не взорвется. Угу. Уже видно. Ну вот, реально разбиение полигонов. Хочу заметить то, что мода понимает дисплейсмент во viewport и смещает сразу настолько, насколько хватает ему полигонов. Брысь. Извините, кошка щенится в шкаф. Он там отдыхает. Ну, собственно говоря, все. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. До свидания. blog. 這樣 wars кто вдруг в